Китайская полиция использует специальное сложное программное обеспечение, чтобы отслеживать петиционеров. На днях о двух из таких программ сообщил правозащитный китайский веб-сайт canyui.org. Программы призваны помочь полиции контролировать граждан, которые в надежде добиться справедливости в каком-либо своём вопросе подают петиции властям. Таких людей в Китае миллионы, и власти прилагают немалые усилия, чтобы эти жалобщики не оказали влияние на общественность. По данным canyui.org, программное обеспечение создали две компании, расположенные в провинции Шаньдун. Благодаря ему у полиции есть возможность собирать и систематизировать информацию о петиционерах на основании вида их жалобы, к примеру, незаконной конфискации земли. Тем самым отслеживать их действия. Одна из программ нацелена исключительно на тех, кто, чтобы рассказать о своей проблеме, ездит с обращениями напрямую в Пекин. Известие о существовании такого программного обеспечения раздосадовали петиционеров и правозащитников ещё больше. Они говорят, власти КНР вместо того, чтобы защищать своих граждан, относятся к ним как к врагам. «Мы уже знаем, что у них есть способы слежения за петиционерами от местного уровня до Пекина. А теперь у них есть специальные программы. Если будет продолжаться в таком духе, неужели в конце концов всё население не окажется под наблюдением? Если бы они вложили эти ресурсы в здравоохранение или в то, чтобы улучшить жизнь народа, разве тогда ещё потребовалось бы следить за гражданами?» Ли Го Чжу подаёт петиции с 2004 года, после того, как он сообщил о коррумпированности чиновника и был уволен с работы. Говорит, что использование этих программ слежки показывает, что китайский режим боится роста общественной напряжённости. «Почему коммунистический режим создал эти две программы? Потому что увидел, что конфликтов между общественностью и правительством становится намного больше, гармонии больше нет. Режим боится, что петиционеры станут оказывать больше влияния на общество, и что мировая общественность и народ Китая увидят, к чему в конце концов приведёт коррумпированная система этого режима». Ежегодно миллионы китайцев подают петиции в качестве последней попытки добиться справедливого решения в отношении проблем, с которыми они столкнулись. Часто эти жалобы разоблачают некомпетентность и коррумпированность чиновников на местах. Многие из заявлений так и остаются без должного рассмотрения. И подача петиции становится затяжным процессом. Петиционеров часто подвергают жестокому обращению, незаконно арестовывают. Известно, что в Пекине имеются так называемые чёрные тюрьмы – своего рода места заключения, куда помещают приехавших в столицу петиционеров, чтобы они не поднимали шума.